вы смотрите след на официальном канале youtube не забудьте подписаться и нажать колокольчик чтобы видеть все свежие серии надеюсь девочки без комплексов ваш каприз наш прайс-лист кто-то сомневается в моей платежеспособности что и в мыслях не было вы у нас на очень хорошем счету ты сейчас меня в краску вгонишь ну что вы определились какая из девочек вам приглянулась а че мелочиться беру всех как говорится аут-цезарь аут-никэйс и лёвые милиции продлевать будем продлевать будете ничего никто на звонки не отвечает что за а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Граждане понятые, судя по пороховому нагару в стволе и пустому магазину, ну, это, может быть, орудие убийства. Про мужика этого я знаю только, что зовут его Дима. Он не первый раз к нам обращался, но такого, чтобы на всю ночь заказывать, еще не было. То есть я правильно понимаю, что он постоянный клиент вашего эскорта агентства, дорогое удовольствие? Нет, так бы я не сказал. Прошлым летом от него поступило три заказа, примерно в это же время. Ну и в этом месяце два звонка. Не густо. Я думаю, он в другие конторы обращался. Дима был человек с претензиями, фантазией. Каждый раз требовал новых девушек, чтобы не повторяться. Пропали штаны. Жизнедеятельность жертвы была прервана сегодня около полуночи. В результате огнестрельного ранения из тела мужчины было изручено четыре пули, а из тела женщин по две. По документам строения, где произошла стрельба, принадлежит Зинаиде Прокофьевне Тулуповой. Она пенсионерка, постоянно проживает в Замигорьске. АСИМ-карт в телефоне погибшего приобретена на имя Семена Голованова. Он, кстати, тоже родом из Змеегорска. Женат на Тулуповой Вере. Похоже, зять попросту переписал особняк на тещу, чего-то опасаясь. Зачем Семен представился водителем эскортслужбы Димой? Видимо, все из тех же опасений. Голованов в девяносто был причастен к деятельности Змеегорска ОПГ. От тюрьмы он каким-то чудом отмазался, но то, что он бандит, сомнений быть не может. Да, если судить по количеству доставшихся ему пуль, стрельба была открыта явно в его честь. Ты хочешь сказать, что дамы пострадали только от того, что находились с ним в одной компании? Ну, а чему ты удивляешься? Проститутки всегда находятся в зоне риска. Работа у них такая, полная опасностей и приключений. У меня есть идея. Заказать девчонок по вызову и провести с ними следственный эксперимент? Мысль, конечно, интересная, но боюсь, что Рогозин нам представительские расходы возмещать откажется. Тебя только это останавливает? Не только. Суть, в общем, вот в чем. Думаете мне, что расстрел жена Голованова организовала? Из ревности, что ли? Типа того, приехала Вера проверить на дачу, как Семен обустроился. И застала его в компании с девицами. Приревновала. Ну и расстреляла всех в состоянии аффекта. А? На ягодицах у каждой из трех женщин имеются однотипные повреждения кожного покрова. Характер микротравма позволяет утверждать, что незадолго до смерти их кто-то отхолистал ремнем. Ничего общего. Семен Голованов не имеет ни малейшего портретного сходства с застреленным клиентом службы эскорта. Ну, тогда, возможно, погибший действительно Дима. Но что он делал в коттедже Голованова? Почему он пользовался его сим-картой? Кстати, карабин, из которого стрелили, также прилежит к хозяину дома. Как-то плохо все это вяжется с твоей версией про ревнивую жену, расстрелявшую мужа и ублажавших его проституток. Ну, скажем прямо, версия рассыпалась. Ну, ты, главное, не сдавайся. Вдруг у Голованова с этим Димой тоже были отношения, причем такие страстные. Ты, кстати, выяснил, где она сейчас находится? Вера Голованова сейчас в Крыму? Погоди, погоди, я ведь перед этим проверял билетов на ее имя, не приобреталось ни на поезд, ни на самолет. И это меня почему-то успокоило. Пробей заодно и муженька на наличие других сим-карт. Это особенно актуально, после того, как мы выяснили, что труп не его. Есть такой номерок. Сейчас я его местоположение уточню. Мобильный телефон Семена Голованова находится в той же сочи, что и мобильник его жены. То есть, оба супруга отдыхают в Крыму? Ага. А мы одного успели в покойники записать, а другой вбежалась на убийца. Ну, вот что это инвалидное привезло, а? Хозяин-то тоже вроде. Инвалид. И постояли сегодня инвалид. Вот что это, а? Я ключи нашел от всех помещений, кажется. А вот этот, судя по бородке, от открытой оружейной, где карабин был. А я, кажется, нашла ответ на твой вопрос. У Семена Голованова сын инвалид. Денис Семенович, двадцати лет от роду. Диагноз – детский церебральный паралич. В последнее время, вот в этом аппарате, каждое утро ненадолго меняли сим-карту. Как по часам. Звонили по ней в Змеи Горск, а потом в телефон вставляли снова другую карту, купленную Головановым. А вторая симка на кого была зарегистрирована? О, на другого урожаца Змеи Горска. И я скажу тебе, довольно-таки необычная персона. Это он на дачу бандиту устраивал галопредставление с проститутками? Коровин Дмитрий Дмитриевич, полковник юстиции, руководитель Змеи Горского межрайонного отдела Следственного комитета по Заполярному краю. Так, для начала надо связаться со служивцами покойного. А они заберут дело себе. Не заберут. Во-первых, территориально-то не их вотчина. А во-вторых, если они будут вести дело об убийстве своего сотрудника, то возникнут вопросы по поводу непредвзятости расследования. Хорошо. Мы проинформируем Змеи Горска и вышестоящего начальства погибшего. Что у нас с подозреваемыми? У водителя борделя, нашедшего трупы, алиби. За час до убийства он звонил полковнику Коровину, и тот отпустил его домой. Есть подтверждающие эту информацию видеозаписи с поста охраны дачного поселка. Вы что хотите сказать, что кроме как на КПП, в поселке камер больше нет? Нет, камеры есть и на самом участке Голованова, но запись с них ведется на сервер, который находится в доме. Жесткий диск с архивом исчез. Его, видимо, убийца забрал. Пройдитесь по соседям, у них тоже могут быть камеры. В загородном доме бывшего бандита Семена Голованова найдены обнаженные трупы с огнестрельными ранениями. Убиты три женщины и один мужчина. ФЭС выясняет, что погибшие девушки работали в эскортагентстве «Дорогое удовольствие». Что касается их клиента, то им оказался высокопоставленный сотрудник Следственного комитета Дмитрий Коровин. Так, ну все, я отправил запись с камеры видеонаблюдения. Не знаю, что там наши эксперты разглядят. Я тебе могу сказать одно, за два часа до преступления кто-то залил камерой краской. И что, если злоумышленник свесился с крыши и побрызгал из баллончика? Так кто ж его пустит на крышу? Да и хозяева дома, они же сразу услышат, что кто-то по крыше ходит. Да, согласна, это я переборщила. А чем пахнет? А, ацетон у него сосед. Камера оттирает под краской. Что, я ацетон не знаю, что ли, как пахнет? Какая-то другая химия. Что скажешь? Ответ Малевича не принимается. Кажется, я знаю, что произошло. Не тем, а чем-то занимаемся. А что тебя не устраивает? Хозяин дачи с семьей уезжает в Крым, в санаторий, где с ДЦП принимают. А мы ему тут экологию улучшаем. Не жизнь у него тут, курорт. И когда Галаванов планирует вернуться в Москву? При первой возможности, говорю. Сейчас дроны в ходу у продвинутых любителей граффити. Для труднодоступных мест самое то. Не надо на стену карабкаться, чтобы ее разрисовать. Лишь бы ветра сильного не было. Все-таки Малевич. Да и у тебя таланта не меньше. Здесь кто-то был или мне показалось? Мы из Еменигорска еще в конце девяностых уехали. Жена нас стояла. Там была полная безнадега. А в Москве программа реабилитации, школа для детей из ДЦП. Здесь у нас из дороги ребенок родился. Дочка. Хорошо. А как в вашем доме оказался следователь Коровин? Ну, это многолетняя традиция. Каждый год Димка проводил свой отпуск у нас. Ведь вашему брату настоятельно не рекомендуют отдыхать за границей. Что-то Юлит наш последственный. Юлит значит есть что скрывать. Но могли быть какие-то общие интересы у него с Димой. Это же трудно представить, да, что представители криминала, и у служителей закона может быть какое-то общее хобби, ну, не знаю, там, типа собирание спичечных этикеток. Я, как из Минегорска уехал, стал совершенно другим человеком. Ничего противозаконного. Весь мой бизнес легальный. Налоги плачу исправно. А Димка-то так. Ровесник, земляк. У него, как и меня, молодость на 90-е выпала. Вот так как-то в духе 90-х жизнь его и оборвалась. А вы не знаете, кто мог расправиться с ним и тремя девушками из эскорта? Понятия не имею. Но ведь все это случилось в вашем доме. И выстрелы произведены из вашего охотничьего ружья. Так вы что, на меня думаете, что ли? А ведь Голованов и вправду мог все сам устроить. Как это? Он ведь семью на машине в Крым возил. За рулем машину в Крым с детьми могла везти его жена. Одна. А он в это время мог находиться в Москве и порешать свои дела с Коровиным. Спасибо вам большое. Вы нам очень помогли. Да, спасибо. До свидания. Ну, как ты уже слышал, семья Головановых заселилась в полном составе санатория неделю назад. Так что приехали мы туда вместе. Погоди-ка, но ведь потом Голованов мог вернуться в Москву, избавиться тут от Коровина и обратно укатить. А персонал санатория мог и не заметить его отсутствие. Ты издеваешься, что ли? Как можно не заметить, что человек пропускает процедуры? Или не ходит в столовую? Санаторий, по сути, это ведь режимный объект. Ну и в чем эта решимость выражается? В строгом распорядке и учете. Специалисты обслуживают пациента в соответствии с графиком, который расписан по минутам. А на кухне готовится ровно столько порций, сколько отдыхающих числится. Ты не забывай, что лечение и питание уже включены в стоимость путевки. А в процедурных кабинетах работают кто? Люди. Вот хорошо. Голованов пришел на массаж. Отлично. У массажиста появилось 10 минут свободного времени. Или Голованов не забрал свой обед или ужин. Отлично. Повара взяли эту еду, раздербанили между собой, съели. Ладно, допустим, ты прав. Работникам санатория нет дела до клиента, который уже внес предоплату. Но как он мог совершить путешествие в Москву обратно, не приобретая билетов? Машина-то его пределов Крыма не покидала. И что с того? Голованов мог добираться автостопом, поймал какого-то дальнобойщика и развлекал его всю дорогу разговорами. Крайне сомнительный вариант. Нет никакой гарантии, что удастся поймать авто, следующее по такому же маршрут. Тогда рейсовый автобус. Есть на перевозчике на этом маршруте. Это ж как же надо себя и время свое не жалеть. Сутки в пути. И это только в один конец. Причем тебя наверняка запомнит водитель или кто-нибудь из спутников. Да, высока такая вероятность. А что если у Голованова есть документ, но другое имя? Такая мысль тебе в голову не приходила? Галина Николаевна, в то, что вы рассказали, сложно поверить. Ведь Дмитрий Дмитриевич был не только моим непосредственным начальником, но и примером для подражания всего нашего отдела. Простите, а в чем ему весь отдел подражал? В работе, разумеется. Ведь он даже из отпуска каждое утро звонил в отдел. Интересовался делами на службе и давал советы. А сам тем временем жил в доме бандита. Пьянствовал, снимал проституток. Ну, что там наши доблестные оперативники унюхали на участке у Голованова? Ну, за их носоглотку я ручаться не могу, а вот аппаратура зафиксировала в воздухе посторонние примеси. Какие-то запредельные концентрации? Да не особо, просто не характерный для этих мест химический состав. Галина Николаевна, ведь у вас уже есть какие-то зацепки. Поймите, мне очень важно знать ваше мнение. Работа ведется, но я не хочу торопиться с выводами. И мне, в свою очередь, важен ваш взгляд на дело. Взгляд товарища и сослуживца погибшего. Ну, товарищи, это, конечно, громко сказано. Ведь, как выясняется, я Коровин-то совсем и не знал. Ну, во всяком случае, вот эту сторону его жизни. Но полагаю, что в его отношениях с Головановым присутствовал элемент шантажа. Пояснить. Дело в том, что Дмитрий Дмитриевич довел до суда дела нескольких криминальных боссов. И его осведомителем вполне мог быть Голованов. А чем больше сдаешь следователя людей, тем больше от него зависишь. Понимаете? Потому что следователь в любой момент может сдать тебя всем вышеперечисленным людям. Совершенно верно. И, по всей видимости, что подобное не произошло, Голованов и был вынужден во всем угождать Коровину. Ну, а что конкретно выбивается из свойственных этому району показателей? Ну, вот в воздухе производят гидроксида калия, красного фосфора, йода, соляной кислоты. А их там быть не должно. Так это все прекурсоры. Точно, эти вещества используются в приготовлении наркотиков. Выходит, что рядом с коттеджем Голованова кто-то наладил линию по производству наркотиков. Как это может быть связано с расследуемым нами делом? Ну, средов наркотиков крови жертв не обнаружено. Там только полтора промилле алкоголя у Коровина. А что если Коровин вычислил, где находится производство? В принципе, такой информацией с ним мог поделиться Голованов. Если он, конечно, ею владел. Это вполне возможно. Голованов как-никак местный житель. У них с Коровином особое отношение. К чему вы клоните? Коровин находит производство шантажом, получая с его хозяев отступные, нарастик закатывает оргию, а наркотельцы его находят, расстреливают и вместе с ним еще и ненужных свидетелей. А зачем для этого было использовать охотничий карабин Голованова? Чтоб следствие запустили. В особняке бизнесмена Семена Голованова найдены трупы трех проституток и полковника юстиции Дмитрия Коровина. Все четверо убиты из карабина хозяина дома. Однако Голованов в момент убийства находился с семьей на курорте. Предполагает, что расправиться с Коровиным могли наркодельцы, организовавшие производство на даче по соседству. Чего не так? Запах пропал. Исчез? Я его и вчера не чувствовал. И вообще удивляюсь, как ты с твоим носом дышать можешь. Но запах-то вчера был, а сегодня нет. А может они свернули наркопроизводство? Ну вы видели, как мы тут ходим со своими приборами и ноздри раздуваем. Тогда придется по домовой обход устраивать. Может рациональное какое-то решение поискать? По какому часу вы брали пробу? Около полудня. Слышал. Доправление ветра за сутки изменилось. Вчера дуя западный, сегодня северо-западный. Надеюсь, эта информация поможет вам сузить квадрат поисков? Было бы здорово. Спасибо. Слышал? Здесь. Там меня все равно на сбоку, не чувствую ничего. Давай технике доверимся. Ну и что там? Вот все правильно. Пары соляной кислоты. Скажите, а вы скоро закончите? Ну, с квитанцами вроде все в порядке. Со счетчиком вроде тоже. Вот это-то и странно. Ничего не понимаю. Ну а что тут понимать? У каждого в отдельности все в порядке, а в целом по поселку перерасход электроэнергии. А покажите-ка нам другие комнаты. С чего бы это? Мне не нравится его лицо. Мне не нравится твое лицо. Какое-то оно умное. Как будто бы ты криптовалюту майнишь в обход счетчика. Артем! А проводи гостей до калитки. Здрасте. Странно. Люди занимаются изготовлением наркотиков и при этом забывают, что их могут выдать выходящие через вентиляцию примеси. Ну, если варчик сам подсел, то ему, как правило, то и помнить уже нечем. Прием наркотик – это ведь как удар молотка. По печени, по сердцу, по мозгам. Правда, молоток менее опасен. Он не вызывает привыкания. Да как вы смеете? Что вы делаете? Они же разнесут мне всю лабораторию! Ничего. Мы им поможем. Стой. Бегалага. Кость, тебе помочь? Спасибо, мы уже заканчиваем. Вот. Задолжали немного за электричество. Это сильнодействующий психостимулятор. Парни действительно делали наркотики, а дом арендовали. Это хорошо. Ну, то есть, конечно, плохо. Но еще хуже, что их потожировые следы и отпечатки пальцев отсутствуют в доме Голованова. Ну, отсутствие следов на месте преступления легко объяснить наличием у ребят перчаток для работы в лаборатории. Но они вполне могли себе их прихватить, когда шли на дело. Ты же сам намекал на некую невменяемость этих ребят. Производители наркотиков пренебрегали конспирацией при изготовлении продукта. А почему тогда вспомнили они при спонтанном нападении на чужую дачу? А может, они и не вспомнили. Может, как раз наоборот. Забыли. Забыли стянуть перчатки, выйдя из лаборатории. Но тогда бы имели следы наркотиков на месте преступления, попавшие туда с лабораторных перчаток. Разве нет? То есть вы хотите сказать, что о случившихся убийствах узнали только от нас? Да, по-моему, весь поселок только об этом и говорит, нет? А мы никакого отношения к поселку не имели. У нас было свое государство внутри государства. Раз в неделю выбирались кинуть товар и закупиться всем, чем нужно. И никто не пытался вас шантажировать? Нет. Я, собственно, чтобы избежать наездов, Артема и нанял. Он самый здоровый студент у нас в политехе. Вот. С успеваемостью у него, конечно, плохо, но как ассистент и охранник вполне меня устраивал. И вот так вот нежданно-негаданно мы раскрываем дело, которое нам никто не поручал. Побочный эффект своего рода. Ну что же, теперь самое время взяться за отработку версии убийства по профессиональному мотиву. А у нас другого выбора нет. И надо активнее использовать прибывшего из Змеегорска майора Зарецкого. Не зря же он за казенный счет через полстраны летел. Это самые резонансные дела, которые вел Дмитрий Дмитриевич. Все они закончились посадкой фигурантов. Большинство преступников до сих пор в тюрьме. А многие будут там находиться еще довольно долго. А если те, кто уже вышел на свободу? Ну, таких тоже немало. Послушайте, а почему вы об этом спрашиваете? Мне всех доказалось, что удобнее сводить счет, когда ты на воле. Логично. Так, может быть, вы подскажете нам, у кого из этих людей было больше шансов расправиться с Коровиным? Ну, пожалуй, вот. Василий Зуев возглавлял ОПГ в Змеегорске. Освободился полгода назад. Получил 12 лет. Отсидел 9, вышел по УДО. Коровин тогда в прокуратуре работал. Это было его первое серьезное дело. И по каким параметрам этот Зуев предпочтит для остальных претендентов? Да практически по всем параметрам. Поверьте, это безжалостный человек. Он легко подчиняет людей своей воле. И это в его бригаде был бойцом Семен Голованов, в доме которого, между прочим, и убили полковника Коровина. Какой смысл убивать следователя еще спустя столько лет после завершения дела? Человек выполнял свой профессиональный долг. Но его месть мог оказаться любой другой профи, который поступил точно так же. Месть чувствовал логичное, хотя кому-то оно приносит удовлетворение. Можешь считать это одной из форм отклонения от поведенческих норм. Типа катанием на упряжке с голодевиц? Если кто-то получает удовлетворение от подобных вещей, то да. Зуев созванился с полковником Коровиным или с Головановым? Только с последним. Была пара звонков вскоре после выхода Зуева на свободу. Потом как отрезало. А проживает сейчас в Москве? Да, но свидетельство того, что он бывал в гостях у Голованова, я не обнаружил. Зато вот наткнулся на загадочный СМС, посланный Зуеву с анонимного номера в ночь убийства. Так, и что в нем? Час в радость. Расклад такой. Колган на югах. В его конуре барбос. С ним три жучки. Утром слиняют. Мое почтение. Галина Николаевна, по силе похоже на маляву, когда уголовники между собой переписываются. Вот только как ее понять. А что тут понимать? Для своих изложено предельно ясно. Барбос на воровском жаргоне это следователь прокуратуры, а жучки это продажные девицы. Ничего не напоминает? Так речь идет о доме Голованова. Несомненно. Колганом же называют Голову. Видимо, это прозвище Голованова. И в письме явный навек на то, что Голованов осведомитель следователя Коровина. Для адресата письма, которого Коровин за решетку отправил. Это прямое руководство к действию. Здравствуйте. У вас не занято? Спокойно. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Могу я узнать ваше имя? Конечно. Я как раз хотела представиться. Меня зовут Вероника Жилина. Капитан федеральной экспертной службы. Фу. Очень неприятно. Взаимно. У нас есть несколько вопросов, связанных с вашими знакомыми из Змеегорска. Не имею ни малейшего желания отвечать на ваши вопросы. Тогда, Василий Андреевич, придется продолжить знакомство в нашем офисе. Там мы поговорим. Ну, как вы понимаете, я с вами никуда не поеду. Только без глупостей. Закатать решили. Интересно. Ты о чем? Уже его трое детей, две девочки и мальчик. Ну, и в чем проблема? Он вроде не вор в законе, а так авторитет. Его младший сын Павел родился через месяц после выхода Зова из тюрьмы. Ну, ты понял, ребенок не его. А я ведь по тюрьме еще не соскучился. На воле хочу побыть. С детьми, с женой. Я ведь девять лет только в казенных стенах с семьей-то и виделся. Я ведь и сына своего там зачем? На длительное свидание. Значит, в тюрьме все-таки были светлые моменты. Ну, что же, вы хотите лишить сына хотя бы того, что было у его сестер? Это я родцовскую любовь и заботу. Или вы считаете, что будет лучше, если он вырастет сиротой? Оружие на стол. И без фокусов. Пройдемте. Я не нашел соответствия по тажировым. Я в печалком пальцев Зуева с его охранником. Материал собран на месте преступления. В то ночи их мобильные телефоны по близости от особняка Голованова тоже не появлялись. Но эта информация нам мало что дает. Согласен. Телефон они могли оставить в другом месте. Да и Зуеву в конце концов по силам отправить на задание другого нукера. Подождите. Я не ослышался следак, который упек меня за решетку. Жил на даче Голованова? Хотите сказать, что это для вас новость? Еще какая. Зато теперь я понимаю, кто всех нас слил. Да я в жизни никогда никого не предавал. Я только сейчас слышал, что это Дима, удав потерянный, вел дело Зуева. Следак-то на меня вышел тогда, когда я полностью завязал с криминальным прошлым. Тем не менее, вам это не помешало наладить с ним контакт, подружиться. Да какой дружбе вы говорите? Тоже мне кореш. Он тупо меня запугал тем, чтобы возобновить дела, где упоминается моя фамилия в физических показаниях. В повестках-то приходили по старому адресу. А здесь меня никто не искал. А на чем порешили-то? На том, что он забудет все мои грехи, а я ему раз в год буду устраивать королевский отпуск. Но со временем его кутежи, пьянки, проститутки моей семье надоели. И нам пришлось оставлять деньги и ключи сами сваливать. Значит, Голованов сдал меня тогда. А теперь он решил еще каким-то образом меня подставить? Что значит каким-то? Наверняка, это он отправил вам анонимное СМС в расчете на то, что вы выйдете из себя, приедете в коттедж и... О каком СМС вы говорите? Я никогда не читаю сообщений по телефону. Принципиально. Что еще за СМС? Зачем бы я посылал ему сообщения, если он их не читает? Не читает? А что, не знаешь, что такое СМСки? Гравоте не обучает. Что? Ну, вообще-то у человека вышка за плечами. Я в смысле имею в виду, что высшее образование не высшая мера наказания. Если кому-то что-то от меня действительно надо, он позвонит. Я уделю ему время. Ну, а если нет звонка, значит, и тема не стоит разговора о ней. Радикально. Меня еще удивляет, когда кто-то из знакомых жалуется на какой-то там спам по телефону. Когда у меня набирает сообщение больше сотни, и я их просто-напросто все удаляю одним махом. Не глядя. Главное, красиво. Наверное, немеренно денег стоит. Так, 37 непрочитанных СМСок. Ведь не то. Ведь не то. О! Час в радость. Расклад такой. Зуев не читал от того СМС. Я понимаю, дело оказалось намного сложнее, чем мы думали. Но должны же быть какие-то подвижки. Подвижки есть. Ну, мы же с вами оба знаем, что это не так. Но я готов помогать. Передавайте дело нам. Зачем вам этот висяк? Это что, шутка такая? Да какие могут быть шутки? Ситуации серьезней некуда. Вы подозреваетесь в убийстве четырех человек. Да вы в своем уме? Зачем мне кого-то убивать? Какой в этом смысл? Вы убили своего начальника, чтобы занять его место. Сейчас вы исполняете его обязанности. Но я более чем уверена, что в канцелярии уже готовится приказ об окончательном утверждении вас в этой должности. А ведь майор Зарецкий действовал довольно грамотно. Когда, например? Когда смог убедить нас, что версию убийства полковника Кровина его подследственным, мы придумали сами. Ведь мы почти купились на его уловке. Все равно этот вариант не выдержал проверки. А вот оконфузился Зарецкий на пустяке. Ты по поводу дрона? Ну да. Купить на него официальную программу в магазине приложений, пользуясь личным аккаунтом с привязанной именной картой, ну, глупость не сосветная. А еще майор. Зато антипиратское законодательство не нарушил. О! Мы внимательно изучили ваш жизненный распорядок за последние пару лет. Уже год назад вы точно знали, где и как ваш начальник, полковник Коровин проводит свой отпуск. Хм! А откуда такие выводы? У вас резко выросло число московских командировок. По времени они совпадали с периодом, когда особняк Голованова пустовал. От него у Коровина был ключ. Я думаю, вам не составило труда сделать копию. Да, но зачем мне эта вся конетель с поездками в столицу? Не проще ли было убить Коровина у себя в Змеегорске? Кирилл Борисович, но ведь вы же следователь. Должны понимать, что произойти убийство в Змеегорске, вы оказались бы первым в числе подозреваемых. А так? И мне интересно, какие ощущения вы испытывали, помогая нам расследовать совершенное вами же убийство? Я не собирался никого убивать. Я просто хотел снять компромат на Коровина. Это был мой основной план. Знаешь, был запасной. И что же заставило вас к нему прибегнуть? Просто я утратил бдительность. Собачки, светь! Голос! Эй, мы насчет видосов не договаривались. Это уже другие деньги. Не понял. Это ты, что ли? Девочки, фаст! Порвите его! И Зуеву вы отправили сообщение, которое должно было его скомпрометировать. Правда, как вы ни старались, оно не дошло до адресата. Но ниоткуда без добра. Нас вы убедили в алиби Зуева, а его самого в том, что он совершенно прав в своем отказе от чтения смс-ок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова